В общем, я случайно вышел в общий доступ, но я не буду сейчас запиливать отдельный, короче, пофигу, а для трансляции можно вот так провести, в общем, доступ, по обратной связи. Ну, смотрите, я посмотрел немного транс и общий смысл обратной связи заключается в том, что, например, только что, очередной раз я увидел одну, как бы, это не ошибка, это не совсем то исполнение, то есть оно выходит из фрейма модель приза, да, то есть из моделей в стиле выходит. Что это такое? Это ты просишь, уговариваешь и толкаешь легенду, что у дня рождения, да, типа говоришь, вот мне день рождения, подарите мне цветы, пожалуйста, пожалуйста, подарите, подарите, ну, давайте, давайте, ну, как бы, то есть это выходит из образа того, который нам нужно создать, да. И поэтому я решил вам показать кое-что, но это уже давно есть в интернете, да, вы можете сами найти, посмотреть, был такой у меня диск «Эксперимент без цензуры» в свое время, давным-давно уже древний, но там есть очень классная демонстрация того, как без легенды вообще все это происходит. То есть как на самом деле можно сделать, то есть это хороший вариант исполнения, хороший вариант реализации и правильный вариант, потому что он не выходит из образа, тот, который нам надо создать, потому что ведь мы же не случайно делаем это упражнение, да. Конечно, можно уговорить ее на цветы, но это будет, типа, она так и быть купила тебе цветы, короче, да. А здесь же фишка этого упражнения в том, чтобы она охерела от того, что мужик ее разводит на цветы, вот в чем задача, да, то есть обычно, когда подходишь, да, ты говоришь «Привет», ведешь себя нормально по-мужски, да, достойно говоришь «Купи мне цветы». Он говорит «Ты чего?». Ну, то есть вот, если правильно это делаешь, да, рассчитано на это и реакция, возмущение «Какого черта я должна это делать, когда на самом деле должен это делать ты?». Это можно сказать с первых слов, с первых слов оно тоже работает, да. То есть это вот. А почему оно не работает сейчас у вас с первых слов, потому что вы останавливаете девочек и говорите «Слушай, у меня день рождения, там, туда-сюда, разводка одна, разводка другая, короче, разводка третья, давай-давай, дожимаете, да. Попробуйте вообще без легенды». То есть чтобы, ну, ошарашивайте к этим, то есть как бы шок. Подходишь и говоришь «Привет, как тебя зовут?», «Так-то, окей, я хочу, чтобы ты купил у меня цветы». То есть охуейте, понимаете, обнаглейте, то есть подчеркните то, что ты наглый хер, который подошел и нагло… Понял, значит, вот в Будапеште парень, да, попробуй, потому что, ну, как раз тебе нужно это, вот, четко в твоих подходах абсолютно видно это, да, что оно поможет очень, вот. И может быть изменится, то есть она, конечно, будет отказываться. Задача, смотрите, задача здесь не цветы. Цветы получить не является самой целью. Цель – это то, чтобы ее мозги направили были в ту сторону, чтобы она за тобой ухаживала, да, что ты так вот ставишь ее, как женщина, которая должна за тобой ухаживать, а не наоборот, да. Вот и все. Сейчас покажу пример подхода, поймите, вот как конкретно, с чего снимать модель. Вау, привет, как дела у тебя? Нормально. Действительно? Да. Твоя подружка? Да. Как тебя зовут? Сова. Как? Сова. Сова и? Ира. Ира, очень приятно. Скажите, девочки, а вы сами себя считаете членами? Ну, я, например, кажется, что ты вот добрый человек, вот почему-то вот так, внутренне кажется, я даже не знаю почему. А, угадали. Ну да. А, вы вообще, вот, смогли бы сейчас взять просто так спонтанно подарить подарок? Смотри, кому? Ну, вот я вот перед вами, положим я. Где? Да. Вот давайте скажем, вот цветы, например, даже вот, мне они понравились. Вы когда-нибудь дарили парням цветы? Нет. Вот, вот, отлично. Как раз с этого и начнем. Какого вам нравится? Давайте посмотрим. Ну. То есть, в чем фишка исполнения? Самое главное, это не то, что он говорил. Говорил он это по-фигу, да, там, вообще вот эти слова, там, можете вы подарить, не можете вы подарить. Главное вот что, смотрите, главное это то, что он их повел, просто повел. То есть, женщину нужно вести. Пока ты ее не поведешь, покупайте цветы, она будет об этом говорить четыре часа. Просто нужно взять, повезти, отвезти ее в магазин, и она тебе купит. Вот, еще раз показываю, да. То есть, четко, наглое поведение, да, обнаглейте. То есть, надо сказать, нужно ты, или как это, признание в любви, вот он делал, да, тоже этот парень, я вам показывал этот подход. Вот, его, нужно ты, или ты, или лучше обе сразу, признались мне в любви. Они такие, ты что, охерел, да, давайте. А лучше обе сразу, да. Это нормально, спокойно, да. Еще раз. Четко видно, да. О! Вы издеваетесь, ну-ка? Нет, почему? Вы издеваетесь, нет. А вот шоколадку, что ли? Шоколадку? Может шоколадку я делаю сюда? Нет, шоколадка, думаю, выглядит еще много, кому подарите. А цветы, я думаю, в самый раз будет. Трет, трет, трет. Вот сюда иди. Сюда иди. Посмотри. Вот такой вот цветок, давай? А почему? А зачем? А я хочу вот просто, мне просто много раз дарили, правда. Ну вот, шоколадка. Шоколадка, я каждого, конечно, слушаю. А вы еще и после того не дарили, я думаю, для вас это будет самое сексное. То есть, она говорит, говорит, говорит что-то, а ты знай свое дело. Васька слушает да есть, да? Как говорится. То есть, говорит, 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 да, 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 да. И везешь ее домой. Или там, везешь ее куда-нибудь, неважно. Ведешь ее покупать тебе цветы. Ведешь ее покупать тебе одежду. Хрен с ним, пускай, говорит. Ну, хорошо, веди ее в другой конец ТЦ. Пока ведешь, общайся чем угодно. А привел? Давай, бери, покупай. Хочу цветы. Можно под любой легендой ее перевести. Кое-что тебе покажу. Все. И ведешь. То есть, ну, не нужно уговаривать их на то, чтобы они покупали. Нужно приказывать им, чтобы они покупали. Понимаете? Разница, да. То есть, вот как нужно общаться. Нужно приказывать. Покупай. И делай вид, что все, уже вопрос решен. То есть, так. Ну, давай вот этот. Или вот этот. Какой лучше? Да. Я даже не знаю. То есть, сдвигайте фокус внимания с того, купит ли она тебе, на вопрос, какой конкретно она тебе купит. Это более грамотно будет. То есть, тут как бы ты уходишь от вопроса вообще. То же самое. Можно делать то же самое в сексе. То есть, сдвигать вопрос с того, даст ли она тебе. На вопрос конкретно, как именно она даст. То есть, попу или писью там, ну и так далее. Понимаете, да? Разница как там. Вот и все. Погнали, да, друзья. Давайте. Я за вами слежу. Большой брат следит за вами. Вперед.